В этом году школьники объединяются со всех регионов. В этом году школьники объединяются со всех регионов и отметят окончание школы на площадке ВКонтакте. Семь новых автомобилей получила вневедомственная охрана Управлению Росгвардии по Карачаево-Черкесии. Машины оснащены всем необходимым и готовым к службе. В России началось голосование по поправкам в Конституцию. В Карачаево-Черкесии работают 250 избирательных участков. Одним из первых в своем участке проголосовал руководитель администрации главы и правительства республики Мурат Озов. В первый день голосования по вопросу одобрения изменений в Конституции в России на свои избирательные участки исполнив гражданский долг отправились и депутаты парламента. Основной день голосования 1 июля. Но чтобы все прошло максимально безопасно, избирательные участки, а их в России более 96 тысяч, будут работать в течение недели. На всех участках соблюдены все меры безопасности, обязательная дистанция, движение по стрелкам. Процедура не занимает много времени. Пришедшим на входе выдают маски, перчатки, ручки, измеряют температуру. В зал, где проходит голосование, пускают по одному. Спикер парламента Александр Иванов в беседе с журналистами отметил, что жизнь в стране с начала 90-х очень сильно изменилась, поэтому давно назрела необходимость внесения поправок. Я проголосовал за поправки к конституции вместе с парламентом. Мы, можно сказать, сегодня дали старт голосования с нашими депутатами. Считаю, что поправки нужны, так как с 90-х годов очень многое изменилось, поэтому и созрела необходимость вносить изменения в конституцию. Это закрепление, прежде всего, социальных гарантий для граждан, таких как минимальная оплата труда, индексация размера пенсии и многие другие. Сейчас настало время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В Карачаево-Черкесии начался первый этап снятия ограничений, о котором накануне заявил глава республики Рашид Тимрезов. Но необходимо также строго соблюдать все установленные санитарно-эпидемиологические правила, масочный режим и социальную дистанцию. К работе начали возвращаться работники с вероуслуг, открываются магазины с непродовольственными товарами. О том, как будет вестись работа торговых площадок, смотрите в нашем репортаже. Спустя почти три месяца самоизоляции Карачаева-Черкесия приступила к первому этапу снятия ограничительных мер. Сегодня к своей работе начали возвращаться автомастерские, парикмахерские магазины с непродовольственными товарами площадью до 400 квадратных метров. Возобновляется работа и межмуниципального пассажирского транспорта. Для более ясного понимания, как будет вестись работа торговых площадок после снятия режима самоизоляции, мы зашли в один из магазинов одежды Курада-Черкеска. Сегодня первый день открылись мы после самоизоляции. Естественно, для нас самое важное в данный момент – это сохранить свое здоровье, предостеречь себя и своих клиентов. Мы перед тем, как открыться, обработали двери, палы, столы и все оборудование вот здесь хлоросодержащими препаратами. Владельцы магазинов начали свою работу в первую очередь внедрением мер защиты для покупателей. И это очень важно, ведь вирус никто не отменял. Так, в одном из свадебных салонов, куда мы тоже заглянули, всем посетителям дают маски и обрабатывают руки антисептиком. И только после этого покупатели приступают к выбору нужной вещи. Хоть массовые мероприятия и свадьбы пока запрещены, но платье можно выбрать и купить заранее. Также здесь и эксклюзивные маски. После длительной изоляции, конечно, у нас было много покупателей сегодня. Люди уже начали активизироваться, приходят, интересуются. Все уже с хорошим настроением, потому что ждут, когда закончатся все наши небольшие проблемки, я так думаю, и уже начнутся свадьбы. Поэтому люди начали уже готовиться. Покупают аксессуары, платья, конечно, невесты уже с хорошим настроением приходят. На территории торговых площадок производится плановая дезинфекция помещений, обработка товаров. Но главной защитой от вируса является ответственное отношение к своему здоровью и соблюдение всех мер защиты. Руслан Жукаев, Рашид Токов, Вести Карачаева, Черкесия. В этом году вне ведомственной охраны Управления Росгвардии по Карачаевой Черкесии получило 7 новых автомобилей, которые оснащены всем необходимым. Данная техника позволит качественно выполнять поставленные перед ведомством задачи. О работе данного подразделения и о том, для чего предназначены полученные машины, подробнее в нашей постоянной рубрике «В гостях у Росгвардии». Подробности Алихан Лепшоков. Добрый день, дорогие телезрители. Я рад вас приветствовать в нашей регулярной телевизионной рубрике «В гостях у Росгвардии». Сегодня мы расскажем о новых автомобилях, полученных вне ведомственной охраны, и узнаем, для чего они предназначены. В этом году автопарк вне ведомственной охраны Управления Росгвардии по Карачаевой Черкесской Республике пополнили 7 новых автомобилей. Ключи от шести автомашин «Ладо Гранты» и от одной «Хюнди Солярис» вручили водителям неведомственной охраны. Машины оснащены всем необходимым оборудованием и спецсигналами, а также специальной цветографической окраской. Расскажите, пожалуйста, насколько стало теперь комфортно ездить в новом автомобиле. В чем плюсы от других машин? Машина очень удобная, комфортная, резвая. Благодаря этому мы быстрее доезжаем на объекты, соблюдая все правила дорожного движения. Ежедневно сотрудники вне ведомственной охраны заступают на дежурство для предотвращения и недопущения краж сохраняемых объектов, а также оказывают содействие по охране общественного порядка в период проведения массовых мероприятий на территории республики. Утром приходим, вооружаемся, после вооружения становимся на утренний инструктаж, получаем задачи, выезжаем в свой район. Основные задачи наши в этом районе – это охрана объектов по договорам, ну и охрана общественного порядка, общественной безопасности. Росгвардейцам Карачаева-Черкесии полученная новая техника будет способствовать качественному выполнению поставленных перед ведомством задач. В этом году нам было выделено 7 единиц автотранспорта. Автотранспорт предназначен для групп задержания. Ну, всем понятно, когда новый автотранспорт, это меньше средств уходит на ремонт, на содержание, меньше машины стоят в ремонте. Повышается качество выполнения наших работ. Также это отражается и на безопасности движения при эксплуатации автотранспорта. Ну что ж, на этом наша рубрика подошла к концу. Вам, дорогие телезрители, я желаю удачных выходных и до новых встреч в эфире. На этой неделе в Москве состоялся легендарный парад победы на Красной площади. Из-за пандемии не во всех регионах прошли торжественные мероприятия. В районах республики возложили цветы к памятникам воинов. В Хаббезском районе в условиях соблюдения режима повышенной готовности и масочного режима прошли праздничные мероприятия в честь 75-летия. Также в Хаббезе состоялся праздничный концерт. Звучали песни и стихи военных лет. А тем временем жители Хаббеза кто с балкона, кто в собственном дворе подпевали артистам. Также приняли участие во всероссийском акции «Голубь мира», создав из бумаги птицу – символ мирной жизни. Сегодня для всех школьников и студентов России пройдет общефедеральный выпускной 2020. Праздник пройдет в онлайн-формате и объединит выпускников со всех регионов на площадке ВКонтакте. Выпускной бал – прекрасная традиция. Она объединяет 11-ти классников, их родителей и педагогов. Теплые эмоции, пережитые на выпускном, добрые слова, счастливые моменты – это те воспоминания, которые будут греть всю жизнь, давать силы и воодушевлять. На этом субботний выпуск «Вестей» подошел к концу. Приятных выходных и всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!